Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Сегодня Черная Пятница, огромное количество танков выложили на продажу и мы выкатим из ангара К91, который сейчас есть на продаже в Черной Пятнице за 9000 голды. Я считаю, что это очень хороший ценник для этой машины и сама машина мне очень сильно нравится. Обзоры вы можете посмотреть у меня на канале, ссылочки я добавлю. Простите за спешечку, исключительно хаотично вот здесь вот сверху, просто выглядывайте, они всплывут, не буду на конкретный тайминг ставить. Короче говоря, ребят, что собой машина представляет? Барабан и барабан очень кайфовый. Ее реальное место где-нибудь на 10 уровне. Но безусловно, ей нужно было бы чуть-чуть добавить альфы, там хотя бы там, ну не знаю, от 30 до 50 единиц за выстрел и немножечко добавить брони. И вот ей самое, самое место на 10 уровне. И вот то, что она на 9 уровне, это немножечко смущает, потому что против десяток ей отыгрывать все-таки не настолько классно, как против восьмерок. Ну, против восьмерок, простите, оговорился. Но в целом, ребят, машина очень приятная, очень классная и мне доставляет она удовольствие. Я среднестатистический игрок, я не скиловик, я не статист, я не набиваю средний урон и не гоняюсь за ним. Я просто играю ради удовольствия и эта машина, она действительно позволяет это удовольствие получать. Да, пускай и не сильно классная имбовая подвижность, но он едет как обычный нормальный тяж. Да, безусловно, у него не супер классная броня, но башня танкует и это уже хорошо, уже приятно. Да, безусловно, в нем можно найти кучу других каких-то минусов, я уверен, что найдутся те ребята, допустим, как углы склонения, да, казалось бы, не сильно достаточно. И найдутся ребята, которые явно эту машинку захотят пообливать грязью, говоря о том, что это совсем неиграбельный аппарат. Но и, может быть, они и будут правы, если они прям совсем классно играют и умеют отыгрывать сложные для игры машины. Я же не скиловик и поэтому мне отыгрывать машины проще те, которые проще отыгрываются, дабы сильно не страдать на супер классных машинах, которые хвалят всем, кто набивает огромный средний урон и их процент побед 70 с гаком. Так вот, ребят, если вы среднячок, К-91, он просто-таки предназначен для вас. Поверьте, на данной машине вам никогда не будет скучно играть. Вы будете получать исключительно удовольствие от игры и вы реально будете нагибать, если будете играть не против десяток, как я вот сейчас против 71. Не могу абсолютно ничего противопоставить по одной простой причине, потому что брат настолько бронированный, что даже моя голда его не прошибает. А вот когда вы будете играть у себя на левеле или играть уж тем более с левелами ниже, вы реально будете чувствовать себя, ну, прям богом, царем этой игры. И мне нравится заезжать на данной машине и накидывать барабан в кого-нибудь с постоянным уроном в 300 с копеечкой. Это очень приятно, это очень веселит и очень радует. Я всем рекомендую присмотреться к данной машине. Я обязательно сейчас, доиграв эту катку, вне зависимости от того, чем она закончится, заброшусь еще в одну и, возможно, в следующей катке бой будет более какой-то интересный, более красочный. У меня не так уж и много хп остается, возможно, делаю глупость, что сейчас сунусь навстречу врагу, но стоять там, честно говоря, со всеми упоровшись за горкой и надеяться на то, что сейчас они будут нас оттуда выжимать, ну, я как-то, честно говоря, не сильно хочу. Ну что, попробуем сюда откинуть свой барабан. Даже вот, казалось бы, в десятку быструю смог попасть, но в итоге отхватил сам. Гоняться за ним, единственное, почему попытался, потому что оставаться там было, ну, бессмысленно. Меня бы в любом случае разобрали по его засвету, пытался спрятаться вниз. Итак, борта у машины, безусловно, картон, тут как бы вопросов нет. Что касается передка, по передку тоже нижний бронелист будут прошивать очень-таки даже легко. Отыгрывать на башне, от башни, да, удобно, классно, но не против десяток однозначно. Десятки пробивать будут, очень много будет серых мест. Но, в целом, против девяток, а уж тем более против восьмерок, поверьте, играть вы будете очень себе даже-таки бодренько. Досматриваем данную каточку. Я думаю, что все закончится проигрышем, исходя из того, как сейчас все складывается. И обязательно выпрыгиваем в следующий бой. Итак, друзья мои, бой закончился поражением. В целом, я не удивлен, 1063 единицы урона по фарму мы в минусе, но тут как бы неудивительно. И по результативности нашей по настрельному урону в команде мы среднячком держимся. Ребят, я специально не вырезал этот бой и никогда из своих видео ничего не вырезаю, потому что пытаюсь показывать машины и стараюсь показывать машины такими, какие они есть на самом деле. Не супер имбовыми тачками в руках прям любого игрока. Я не снимаю огромное количество видео и не делаю из них нарезку для того, чтобы показать танки исключительно во всей их красе. Я играю на машинах так, как они реально играются. И рассчитывать на то, что на том же самом К-91 в каждом бою вы будете нагибать. Нет, ребят, нагибать в каждом бою вы не будете. Это однозначно. Ехать сейчас навстречу трем тяжам, которые, если я правильно сейчас понимаю, поедут на линию ТТ и будут продавливать, мне не совсем с куста по одной простой причине. Потому что преобладающее большинство десятки, которые будут меня пробивать, которые будут меня разносить. А значит мне лучше поехать поддержать сейчас легкие и средние танки своим барабаном. И в целом для легких и средних танков вы являетесь гораздо большей угрозой, чем для тяжелых. Попытаюсь здесь сейчас еще проскочить. Если отвлекут товарищей, чтобы меня сейчас в борт, в корму никто не начал разбирать, вот тут я уже поеду себе спокойненько на Паттона и попытаюсь его подергать со своих трех снарядов и сделать ему неприятно. Возможно, даже сейчас отправлю кого-нибудь в ангар. К сожалению, Паттона забрали, рассчитывал ему закинуть, но да ладно. Окей, отходим назад. Включим голду, потому что по-другому как бы никак, к сожалению. Но слава богу, против этой девятки голда летит просто-таки хорошо. Сейчас бросил уже наугад, вся пытался выцелить, к сожалению, не получилось. Ну что, поехали, попробуем с тыла тогда заехать и поддержать наших товарищей, раскидывая в корму противнику. Благо, подвижность, в принципе, позволяет. Я единственное, что немножко попытаюсь еще ускориться по одной простой причине, потому что подвижность, она вроде бы как для тяжа есть, но не настолько классная, чтобы прям лететь по карте. Ну что, оставляем вот этому товарищу один шотик, отправляем его в ангар, едем дальше. Ну а остальные два шота попытаемся кинуть сюда. Уйду на перезарядку, все равно не успею подъехать раньше, чем перезаряжусь. Ну а с полным барабаном выезжать на соперников куда веселее, согласитесь. Вообще, ребят, машинка очень фановая, очень классная. Именно за это я поставил ее на третье место в своем топ-3 тех танков, которые стоит себе присмотреть сейчас в Черную Пятницу из тех, которые стоят сейчас на продаже. Она очень веселая, она очень классная. И играя на ней, вы истинно будете получать удовлетворение от игры. Итак, ребята, три фрага, победа, и я бы сказал, абсолютно не такой бой, который сложился в предыдущей катке. Я получил удовольствие. Да, я не накосил мега большого урона, но свой вклад в победу я сделал. 1600 единиц урона и три забранных ствола у соперников, что позволило победить. Пускай и не добитки, но, ребят, это результат, который, ну, в принципе, был не то чтобы залогом победы, но очень хорошим вкладом. С учетом премиум аккаунта, включенного у меня, 62 тысячи фарма за этот пустяковый, абсолютно, ребят, пустяковый бой. А на данной машине можно нагибать и покруче. Главное, чтобы попасть не к десяткам, а попасть вот как раз к девяткам и восьмеркам. Вот тогда, ребят, вы царь и бог на карте. И без учета према 34 с половиной тысячи. И я получил массу удовольствия, несмотря на то, что занял третье место с конца. Это был абсолютно честный видосик по поводу К-91, который я рекомендую всем, у кого есть свободная голда, приобрести себе, если вы не за средний урон, не за процент побед, а за получение удовольствия от боев и от кайф от самого процесса. На данный момент у меня все. Кстати, ребяточки, что хотел вам еще сказать. По черной пятнице обратите обязательно внимание на такую машинку, как Кейлер. Очень недооцененная машина игроками, потому что, когда ее выставили на продажу, она продавалась гораздо дороже. А сейчас всего лишь шесть с половиной тысяч. Гляньте эту машинку и, возможно, она вам подойдет, если вы среднестатистический игрок. И, кстати, ребят, если вы за честные обзоры, то, возможно, вы за честные розыгрыши. Я планирую проводить честные розыгрыши. Ссылка будет вот здесь, вот сверху. Переходите на видос, посмотрите условия. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.